Здравствуйте, ребята! Сегодня я хотела бы прочитать вам сказку «Мыльные пузыри» из книги замечательного русского писателя Евгения Пермяка «Дедушкина копилка». Итак, усаживайтесь поудобнее и слушайте. «Мыльные пузыри». «Мыльными пузырями называют всё несовершенное, быстро лопающееся и ненадёжное. Между тем, мыльные пузыри имеют некоторые заслуги, и вы в этом убедитесь, если захотите прослушать сказку, названную их именем. Это было давно, если мерить время годами, и совсем недавно, если вести счёт на века. Это было в пышном королевстве, если судить о нём по королевским кружевам на рукавах и поталонах придворных. Это было в нищей стране, если оценивать её по дырам одежды подданных Его Величества и провалам щёк, ткачей и кружевниц. Это было на королевской площади, где предстояло необычайное зрелище. В заоблачную синь небес должен был подняться первый в этом королевстве большой воздушный шар вместе с его воздухоплавателем. На королевскую площадь пожаловал сам король и его двор. На королевскую площадь прибыли и вельможи, и сановники, и министры. На королевскую площадь примчались лавочники, подмастерия и ротозии. На королевскую площадь пришли ремесленники, хлебопашцы и пастухи. На королевскую площадь приплелись старик и старуха из дальней деревни. Воздушный шар, туго надутый лёгким газом, готов был ринуться в далёкий полёт. Его удерживали прочные стропы, привязанные к кольям, вбитым в землю. Но вот уже всё готово. Счастливый воздухоплаватель скоро сядет в корзину, подвязанную к шару. В ней он прославит себя и увековечит своё имя в поколениях. Народ рукоплещет, двор и свита приветливо машут шляпами и веерами. Король милостиво улыбается своей королевской улыбкой, от которой так много зависит, которая так дорого оценивается знатью. Слуги и помощники воздухоплавателя уже обнажили ножи, чтобы отрезать вспомогательные стропы, удерживающие воздушный шар. Но в это время какой-то мальчик выдал и пустил радужный мыльный пузырь. Затем второй, третий и четвёртый. Как это было смешно и неожиданно! Какими маленькими, ничтожными показались лопавшиеся под общий смех один за другим мыльные пузыри. Хохотали все! Король и королева, министры и колбасники, придворные дамы и торговки каштанами, шуты и монахи, старики и дети. Не смеялись только трое. Старик и старуха из дальней деревни. Не смеялся и выбухоплаватель. А почему ты, старик, не смеёшься вместе с нами? Спросил его румяный торговец с жареным миндалём. Я бы ответил тебе, сказал старик, но ты слишком толст. И до твоего сердца едва ли дойдёт мой ответ. Торговец вскипел и заорал на всю площадь. Вяжите его! Он не желает смеяться вместе с королём. Старика схватили и привели к королю. Ваше Величество, доложил министр двора. Этот дерзкий старик не изволит смеяться над мыльными пузырями. У него, изволите ли видеть, особая точка зрения на мыльные пузыри. Да, ответил гордый старик. Я никогда не смеюсь над тем, что мне кажется достойным уважения. Как мыльные пузыри достойны уважения? Раздался дружный хохот двора и свиты. Когда шум стих, льстивый сановник спросил старика. Может быть, тебе трудно смеяться над самим собой? Ведь ты тоже мыльный пузырь, готовящийся лопнуть от страха и превратиться в ничто. Но вы правы, господин в золотом комзоле. Тихо, но внятно, сказала подоспевшая жена старика. Перед вами мыльный пузырь. Но уверяю вас, господа, сказала она, обращаясь ко всем и королю. Вам будет не по себе, когда вы узнаете, как много заключено в этом мыльном пузыре. Народ стих, и король дал знак, чтобы она говорила. И вот старая деревенская женщина принялась так красочно и вдохновенно рассказывать, будто фея красноречия вложила в ее уста высокие слова. А фея мудрости, простоту и ясности речи. Когда мой муж был молод и пахал землю маркиза, когда мои щеки вызывали зависть и рост с садом маркиза, где я работала поденщицей, у меня родился сын. Он рос очень хорошим и пытливым мальчиком. Я и мой муж не чаяли души в нем. Мы учили его в хорошей школе, и все заработанное нами шло для того, чтобы он стал грамотным человеком. В часы досуга отец, забавляя своего сына, сооружал для него маленькие ветряные мельницы, клеил бумажные змеи и пускал вместе с ним мыльные пузыри. Мыльные пузыри иногда поднимались довольно высоко, потому что они надувались теплым воздухом из горячей груди моего мужа. Мой муж был неграмотным мечтателем. И он часто говорил сыну, «Малыш, если бы у мыльного пузыря была прочная оболочка, он бы поднялся высоко-высоко и летел бы долго-долго». У нашего мальчика загорались глаза. Отец научил его мечтать о полете в небо. Он внушил ему мысль о таком пузыре, который будет больше стога сена и сможет поднять человека. Он верил, что образованный сын изыщет прочную и легкую оболочку для большого пузыря и осуществит отцовские мечты. «И он их осуществил?» спросили придворные старую женщину. «Да, он их осуществил», сказала старая женщина из деревни, указывая на знатного воздухоплавателя, стоявшего рядом со своим отцом. Они, обнявшись, не замечая никого, ни двор, ни короля, любовались полетом радужных мыльных пузырей, которые выдывал через тонкую соломинку белокурый сын воздухоплавателя и внук стариков из далекого селения. Теперь уж никто не смеялся, когда один за другим подымались и лопались мыльные пузыри. Конец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...